дорогие друзья сегодня дадим предварительные рекомендации роману роман купил индивидуальное обучение он не находится в школе на данный момент его цель понять как двигаться как раз как говорится роман у вас получилась ситуация что на ловца и зверь бежит через час после того как выйдет видео в вашем видео появится еще одно видео для другого парня который ответит вам на все ваши вопросы а с вами мы продолжим вот человек назовем владимир он прислал код и этот код мы будем разбирать я сразу владимиру сказал я бы выгнал за дверь за этот код за один момент так что посмотрите а теперь переходим к вам еще один момент который я хочу чтобы понимал сам роман и ребята вот этот план старт здесь написано давайте посмотрим здесь написано в данный момент 2000 рублей и а здесь написано что консультация но это не значит что вот вот уже есть я сейчас рассказывают свое время инвестирую в романа а я инвестирую время почему потому что роман вырастет то это одна нет процесс немножко выглядит по-другому сейчас а вот то что написал роман и если там бусно сказал там роману первое второе третье нет мы не будем говорить первое что у него есть цель а мы их проанализируем и дадим роману задание дадим задание после того как он выполнит задание на которые и будет давно примерно три недели задание будет относиться к документации коду как только роман пришлет задание с описание кода с его комментариев будет четко понятен на сегодняшний день уровень романа и цели которые может достичь что ему делать тогда можно будет конкретно к сожалению роману мне нету оценок 5 10 баллов у меня есть две оценки кол и кол с минусом кол себе кол это прекрасно удовлетворительно кол с минусом это не прекрасно основатель языка знает на тройку так как он только начинает писать потому все писать пишут основные я думаю и другие преподаватели на 2 с минусом ну а вы на кол это уже будет супер на данном моменте поэтому у меня пока одна оценка удовлетворительно либо неудовлетворительно иными словами решают не решаю сейчас а ваше задание я вам даю первое задание которое вы выполните как вы его выполните это ваше дело мне надо посмотреть ваше реальное знание вот вам проект тога это проект отрасла кейта маги это ведущий разработчик который разрабатывает джанга иными словами человек которого самый один из самых чистый код прекрасный код я вам даю тога так как тога намного проще сегодня чем джанга вы можете почитать документацию вы можете все но на самом деле здесь есть только один критерий как вы разбираетесь в коде для этого не надо знать ни документацию ничего почему я вам даю первую ссылочку сейчас посмотрим и задаю вопрос абсолютно тот же который я задал парню которому которого видео будет под вашим через час как я сказал это файл а и здесь есть один класс я у вас спрашиваю вот это класс windows set на windows windows с я вам говорю что это класс который добавляет окна все значит ваша задача заключается в следующем так секундочку строка в этом файле будет восемьдесят первая и сто двадцать восьмая поэтому сразу его включаем и а начинаем проговаривать значит первая часть задания восемьдесят один строка сто двадцать восемь значит ваша задача ответить на вопрос почему этот код крутой что он делает ваши критерии оценки кода все как понимаете так и отвечаете иными словами смотрим и описываем то что понимаем вот и все задание дается для того чтобы понять а у вас есть система работы с кодом она однозначно есть она однозначно есть вопрос в том какая она например если брать код владимира то очевидно что написано все бездумно то есть кто то написал я скопировал и вставил ну это я потом расскажу значится для чего это нужно объясняю вот смотрите второй вопрос у вас есть у вас есть определенное понимание я вам задаю второй вопрос что является работой программиста я часто проговаривал и сейчас я вам на него отвечу прямо работа программиста она не секрет ни для кого нам достаточно открыть на любом языке любой репозиторий и увидеть две строки исходный код документация это все что нужно для работы программиста первое задание было дано что вам для того чтобы вы поняли вы это используете используйте или нет если не используйте то будем этому учиться задание второе так как у вас давайте сначала посмотрим что делать итак система личных кабинетов отличный вопрос отличный вопрос давайте посмотрим код Владимира я потом повторюсь и открою да вот это джанга проект то что вы там хотите ваши мечталки да они уже здесь у него реализованы единственное что он это реализовал механически если я ему сказал покажи код увидев эту строку я бы сказал вон вон Владимир вон в сад а почему а потому что так писали семь лет назад потому что так сегодня он почему написал он видно что с этого что у проекта расширения не будет раз он об этом не подумал он и не знал об этом второе он применил бездумно просто атрибут да модель юзер как атрибут будет работать будет а что зачем как семь лет назад было три этапа первый этап джанга джанга не умела ничего ну это лет десять назад писали кастомную модель второе получалось модель была у джанга и пользователь писал свою модель параллельно потом был период додумались расширять модель механически механически иными словами писали код которая насильно расширяла модель джанга после этого был период когда появился вот так вот это вот фишка да но сегодня джанга 5 которая еще с версии 4 начала все прекрасно умеет поэтому когда вы будете отвечать на вот этот вопрос я вам подскажу заложите принцип не надо мешать работать тому что прекрасно устроено и делать из кода говнокод вот это на данный момент говнокод высшего порядка и если и смотрите почему я говорю Владимиру что это очень хреново если сейчас секундочку это я для него в видео объясню где она делась то это сейчас если Владимир в данном случае имел свое мнение он бы сказал слышь бувсиновский отвали я это делаю первая причина потому 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 иными словами он всеми способами начал мешать джанга работать она прекрасно справляется почему его держания были такие ах я хотел писать без юзера а как без юзера а как же определить что зашел то есть сразу понятно Владимир не понимает о чем речь дальше здесь у него даже видно с этого момента что соупел не знаком это я и так знаю по сообщению из группы то есть работа с атрибутами что и как будет неплохо и нехорошо но в данном случае в данном случае я Владимиру подсказку уже дам дам для него поэтому вы посмотрите это видео оно где то через час будет у вас и поэтому Владимир за то что тупо скопировал код не знаю как назвать этого парня который с дуру я даже забыл правда этот код где то был в книге в книге никогда не будет хорошего кода хороший код у нас находится где в исходном коде ну никак не в книге в книге объясняют на простых примерах чтобы понял что понял человек поэтому в данном случае в данном случае Владимир он облечен полной некомпетентности с чем он пришел на курсы где ему дадут диплом вот по сравнению с дипломом вот этот код называется говно код в данном случае потому что джанга версии 5 она она прекрасно справляется видно в документации не был смысл не понимает иными словами можно сказать Владимиру в данном случае так получай бумажку иди работай все мы ему дадим я уже обещал дам ему рекомендации что делать но он может потендовать на должность уборщика почему в офисе программистов первая причина по крайней мере так как он копировал код и писал что-то он знает что такое мышь значит он ее не сбросит и не поломает второе он знает что такое клавиатура поэтому инструкции по мыши клавиатуре он сегодня объяснить может значит уборщиком в этот офис программистовый можно взять если преподаватель примет этот код Владимир это это слов нету я не могу выразиться без мата поэтому лучше промолчу все на этом пока вы поняли да возвращаемся к роману смотрите у вас сегодня пока из ваших даже целей видно что вы начинающий почему потому что вы пишите хочу сохранять данные в форме это уровень совершенного новичка и потом пишите хочу систему личных кабинетов пользователей там мы немножко сейчас посмотрели кода Владимира это глубокое изучение джанга это совершенно другие вещи ну и сразу идет система личных кабинетов потом идет наличие доступных веб-страниц это уровень там третьего урока дневничка иными словами знания у вас вот так чередуются то есть вы высказываете то что вы хотите но совершенно сразу очевидно что вы не понимаете какой опыт должен состоять за каждым пунктом и пришли до этого разобраться будет исходя из вашего опыта значит чем я не буду заниматься ну скажу ответ когда вы разберетесь с документацией а документация для всего пишется одинаково то html css я здесь не рассматриваю это работа с документацией тем более дизайн я сам по себе не люблю вот смотрите надеюсь что я перепишу ну вот уже два года я половина сайта у меня на половину джанга 5 у меня просто тупо не хватает времени но все-таки я когда-то перепишу если открываю отзывы да здесь джанга 4 я знаю что это надо сделать но просто не хватает времени ну я не люблю css но ответ вам дам здесь сложного ничего нету бери да смотри что получилось то есть как такового здесь надо просто набивать руку но это должно нравиться дизайн поэтому я не люблю я даю задание я говорю сделайте дизайн сами почему значится как это сделать просто есть программы для этого для этого для этого не надо думать сегодня ничего не надо да есть программа например если выбрали бустерап тут просто не должно быть лень в данном случае мне лень да потому что ну как таковой дизайн я не люблю вот и все а вот на самом деле здесь не надо никаких особых вещей все понятно все написано бери да сиди в этой программе и все получится вот час работы и сайт появился вот он здесь все правильно уже работает потому что все сделано где он там делся то есть этот сам вопрос по себе создания дизайна мы с вами даже ставить не будем потому что это дело личных предпочтений все здесь вот будет все правильно работать в любых приложениях мобилах и так далее да то есть здесь я не считаю что здесь надо что-то умное хотя есть люди которые занимаются дизайном это отдельная профессия но мы говорим о программировании сегодня html тут и так понятно с html можно просто работать со справкой но html нужен везде да гипертекстовая разметка это нужно везде здесь тоже никакого ума не надо здесь просто надо количество повторений как в css бери повторяй и смотри и здесь все просто html то же самое лет наверное больше двадцати назад я так и проделал один сайт написал на html второй тогда другого и не было третий и так потренировался и понял ну сегодня не надо писать но это как вариант чтобы понять очень старинный вот в этом направлении как действовать берете обычный DreamView 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 или как я не помню программу и просто-напросто формируете тех какой-то там тыком кнопки а потом смотрите что Dream сделал ну я так когда-то лет пятнадцать назад занимался именно так тыкну кнопку и смотрю что он сделал потом пишу этот код что мы ручками потом опять ну так было что-то у меня это будет лучше чем вы прочитаете просто прочитаете а вот дальше начинается интересное то что мне и понятно жава скрипт джанго под джанго я вам сказал вы посмотрите видео которое должно появиться совсем скоро у вас ну а под джава скрипт система работы школы устроена таким образом что мы работаем абсолютно с разными языками поэтому здесь надо написать вам такую вещь значит значит роман такого не бывает да возможно у всех бывает да но у программистов не бывает чтобы программист нам например питом понимал а жава скрипт не понимал или там c++ не понимал по одной простой причине что если вы пытались изучать один язык программирования ну это бестолку потраченное время первые четыре года я именно так и потратил это зря на сегодняшний день к сожалению система обучения большинства курсов настроен на то чтобы действительно не научить не всегда научить говорят вам вот вы сейчас пойдете там изучать c++ а завтра вы пойдете изучать там python на самом деле это обычный бред по одной простой причине если мы возьмем этих три языка и давайте подумаем вот вам задание да сразу еще одно четыре языка программирования вот они вот перед вами python gs c++ и dart найдите функции есть нашли дальше определить определить что общего функции четырех языков раз и ответьте на главный вопрос я вам даю пятый язык пусть это будет луа вам надо ответить на вопрос после того как вы проанализируете что общего в python gs c++ dart вы найдете функции определите что общего в функциях четвертых языков и ответите на вопрос я открываю луа что мне нужно изучить луа за 10 минут чтобы начать писать это я вам подсказываю что моя методика ведет к чему к тому что вы начинаете изучать язык сходу здесь нету никакого там вау здесь просто идет осознанное выделение элементов с этих четырех языков на данном случае ваше задание то что вы хотите например систему личных кабинетов пользователем или попросту говоря юзера написать до то как раз таки вам можно оставить вот этих три языка это по минимуму поэтому вам надо понимать для того чтобы работать с жанга гс вам придется использовать потому что вам придется если вы хотите чтобы было более продвинутая аякс аси плюс плюс вы без него не обойдетесь потому что у вас что будет у вас если не будет понимания таких вещей как ссылка на объект и прочее иными словами летающую тарелку вы прекрасно представляете а ссылку на объект вы никак не представляете поэтому самый простой способ прийти в си плюс плюс и допустим изучить указатели это я даю в индивидуальной работе и все у всех по разному но есть прекрасные примеры я привожу пример парня это дима своей торнадо есть и другие ребята но я это очень интересный такой случай мы делаем это не пишем годами то есть человек занимался три года самостоятельно сразу отвечая на вопрос а сам сами сможете сможете но отсчитайте пять десять лет по одной простой причине это просто по своему опыту это не мое не моя придумка просто на сегодняшний день как то это ушло но лет десять назад было наполнено статьями отдайте десять лет программирования я вам объясню когда вы сможете писать полноценно полноценно вы сможете писать тогда когда большинство конструкций таких как функции функции обратного вызова функции первого порядка объекты то есть объекты первого порядка объекты высшего класса вы сможете спокойно выделять в любых языках иными словами как после многократного использования они будут в голове но это значит что вы все языки будете знать то есть язык перестает иметь значение до этого надо прийти можно самому да можно за лет десять а как сделать быстрее найти человека как бы в Суновске допустим который это туда сюда ходит от языка к языку уже 15 лет и вы написали задание уже по заданию видно что хромает сейчас будем исправлять первое второе третье таким образом можно вот тот период уложить в шесть месяцев 3 6 9 в зависимости от опыта в зависимости от вклада время и в зависимости ну опыт имеет значение да если человек приходит допустим он первый раз видит функции а именно так произошло с Диной который сегодня пишет на Python пишет на Луа я его познакомил сходу начал писать C-Sharp начал изучать GS вот и любимый язык ну разобрался пишет PHP это его работа то есть и вот он пишет да через сколько времени пишет когда прошло ему где-то год сейчас писать он начал через полгода пишет что да действительно параметры это главное я вам не зря задал вопрос по функциям потому что в любой документации вы их не найдете в начале в любой документации функции будут запрятаны да а начинается изучение с параметров а что это справочник то есть для кого он написан правильно для программистов но не для изучения он написан для Болсуновского потому что Болсуновский прекрасно понимает типы данных он написан для Дмитрия который прекрасно пишет на нескольких языках и зайдя в Python он глянет пару секунд как это работает и все теперь смотрите какие ваши действия если когда вы будете учиться у меня то навряд ли вы пойдете типы данных изучать вот так да а что такое там числа строки и все далее нет это совершенно бездумный глупый подход по одной простой причине потому что у меня тоже был такой период когда я изучал типы и я не понимал зачем они нужны да там вроде все написано но это написано для программистов а все на самом деле проще пары репы типы изучаются в три этапа если допустим вы посещаете курс начинаете с типы вы на этом забыли и преподаватель считает что отчитался перед вами вы там ходите в голове держите и думаете что ж там в кортеже что там в списке иными словами забиваете голову на самом деле нет вы можете познакомиться с теми же типами потому что если вы хотите решать вашу задачу то без них вам не обойтись но вопрос в другом моя система обучения сейчас я продолжу свою мысль сводится к тому чтобы прийти к этим типам которые находятся вот здесь которые мы смотрели в документации которые в начале к ним надо прийти и почему я сейчас объясню после этого сначала мы откроем документацию и посмотрим простую вещь которую я проговариваю тысячи раз вот глоссарий здесь написано для дураков вот понимаете но для дураков которые понимают хотя бы в нескольких языках программирования потому что для новичка здесь ничего нету для него есть некие слова которые ничего не значат но для человека который понимает программирование или учится бусиновского и начинает понимать для него все здесь есть итак основные типы данных в python которые вам понадобятся это типы данных последовательности нам не надо совершенно идти даже в документацию мы можем просто знать что что будет происходить так стоп здесь абсолютно для людей которые ну вот для дурака бусиновского написано все очень понятно что последовательность поддерживает три вида первое итерации второе выборку и третье это по счет все теперь я себе сижу и думаю строка что будет поддерживать правильно это последовательность значит будет можно будет пересчитать по элементам можно сделать выборку и можно сделать итерацию мне не надо заходить в типы данных я и так знаю что будет между ними разное методы абсолютно верно и вы в этом можете убедиться когда вы зайдете в кортеж согласно задачам там будет меньше методов когда вы зайдете в строку вам надо там будет больше методов единственное что вам надо будет изучить это изменяемые и неизменяемые иными словами как происходит операция чтобы понимать где искать значение все вот вам и типы но доступна эта информация становится после изучения классов третий этап когда я говорю вот теперь парень ты готов изучить типы вот сейчас бомби иди налегай на методы все становится на места прекрасно и в этот период происходят следующие вещи наконец-то мы начинаем доходить до типа который мы долго шли из которого начинается обучение и что получается что понял Дмитрий почему он мне нравится и он делает вывод Дмитрий оказывается программирование это не изучить что-то сложное а увидеть то что на поверхности хлопаем и говорим ну слава богу доехали мы так долго и упорно разбирали сложные сконструкции чтобы просто тупо понять тип и когда тогда человек говорит слышал видел знал ну теперь понял и вот это уже как езда на велосипеде ты начал программировать вот он момент и ты начинаешь спокойно писать код язык перестает иметь значение у вас сегодня и так прекрасные задания которые будут по функциям и вы в этом сможете убедиться на личном опыте ну еще задание которое мы вам дадим которое будет относиться к миру джанга здесь я даю всем одно и то же задание оно совершенно простое для меня для вас будет может немножко сложнее но это задание вам понадобится так как в данном случае мы будем рассматривать forecast иными словами то что используется чаще всего и здесь здесь вам надо будет сделать очень простую вещь взять страницу и описать как вы понимаете документацию что вы смотрите здесь что вы хотите увидеть потому что достаточно прочитать нет главные страницы вот тоже Дмитрий пишет на главный когда-то писал да да Валерий все верно это с переписки с группы вы вначале показали мне функции в Python в JavaScript в других языках потом обратили внимание на чтение документации исходного кода я впервые от вас узнал куда смотреть на что смотреть это касается конкретно вас роман в этом случае открываем пусть это будет сейчас вот так вот это было перед тем как он начал писать то есть через 4 месяца после начала обучения но здесь уже появилось что-то относящиеся к пониманию программиста поэтому когда вы мне пишите вот эти оценки да это пустота давайте мы оставим баллы они прекрасно работают в школе для общего образования знали что пальцы ссывать в розетку нельзя слышал краем уха на работе как это работает я не знаю мне достаточно что пальцы ссывать нельзя потому что один раз я словно мне дало током хорошо если выучил что не надо держаться за что-то другое железное что только если через пальцы пройдет там ничего не будет если возьмешь через сердце то убьет вот все для общего образования для программиста если вы хотите стать программистом давайте отталкиваться немножко от других критериев если я читаю коз значит я программист если я не читаю коз значит я не известно кто но будем говорить так интересующийся человек программированием не больше не меньше когда здесь появляется примерно такое объяснение сегодня оно круче метод экземпляра классов который содержит анноциации типа имеет одинаковые позиционные один позиционный параметр вот это называется чтение кода понимания что перед тобой если код который вы сегодня откроете и вы не опишите каким-то образом настраиваться не надо говорит о том что первая задача параллельно с выполнением с выполнением вашей задачи будет научиться читать код а как можно писать если мы не читаем хотя процентов 90 программистов в принципе на этом не заморачиваются ну что сделал скопировал код работает и здорово вот если хотим осознанно значит надо что сделать правильно вот вам совершенно реальная рекомендация мы с вами договорились что только конкретные рекомендации я дам после того как вы пришлете задание значит чем вы отвечаете на вопрос что является работой программиста да с википедии не надо мне приводить пример например работа программиста это делать программы я спрашиваю говорю о то каким образом а программисты не общаются сообщениями программисты общаются с комментариями в коде да и самим кодом чем больше вы будете обходить исходный код и документацию тем дальше вы откладываете от себя программирование все эти вещи можно изучить указав делай то 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 на это уходит максимум через полгода через полгода вы можете спокойно как дмитрий читать код наслаждаться программированием и писать на любых языках программирования разработать от работы свою методику быстрого изучения любого языка потому что все они абсолютно схожи да они по разному реализованы но имеют одни и те же компоненты все синтексис мы не берем в расчет это два раза написал и запомнил какой я говорил вам который уже проговорил мы возвращаемся к нему расскажите пожалуйста мне и себе что мы видим в документации этот файл не взряда он самый часто использованный в джанго теперь вы скажете а зачем мне тогда исходный код вы знаете до девяносто девяти процентов мне нахрен не нужен я вам скажу а бусыновскому нужен а вы знаете зачем ну давайте посмотрим я надеюсь я вас убежу берем идем в джанго документация на основе чего пишется на основе на основе исходного кода идем в код открываем само джанго вы сейчас заглядываете святая святых возможно это первый второй третий раз жизни а вообще 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 давайте найдем этот файл значит смотрите ром все дело немножко по-другому у вас заявка то одна очень серьезная если вы не хотите чтоб вас выгоняли с офиса и вы не понимали когда вы придете покажи код а там как володя написал out user да иди отсюда парень приходи поработай приходи потом через годика два то давайте мы не давайте а давайте найдем эту функцию какую-то я часто использую одну и ту же функцию которую применяют программисты джанго ежедневно да get object r404 так вот на основе вот этого кода написана вот эта документация которую мы смотрели вопрос в том но это пол работы что делает большинство вот владимир пишет я изучаю документацию волоке я тебя отправляю а что ты там изучаешь блять мне уже интересно что ты там читаешь знаешь в чем проблема владимира а он не знает что там читать он читает примерно это что он читает я думаю что он читает именно это вот вот как тут надо делать два часа сидели так ну модель похоже на модель ну наверное или моя модель там я с английского не хреново и будет дальше хреново пока дети в школу не пойду с ними буду учить моя модель потому что уже отвалилась необходимость вот я и так понимаю а а ну я не говорю что это хорошо ребят учите английский это прекрасно если можно читать на английском языке а моя модель наверное модель это что мы изучаем смотрим примерчик ну туда ром тебе не программисты а что ты должен смотреть Володь вот надеюсь что ты смотришь это видео чего ты там смотришь что ты хочешь здесь увидеть ёб твою мать а что надо видеть а для этого чтобы что то видеть надо открыть исходный код и всего лишь глянуть на одну строчку что здесь написано что здесь написано не сейчас не отвечу смотрите видео для Володи для него хоть уроком будет а то он читает документацию читаю что ты там читаешь вот думаешь что ты там читаешь картинки смотришь где точечки стоят смотришь так получается ром документация исходный код они совмещаются на основе исходного кода ты выясняешь по какому принципу пишется вот я открыл и мне понятно а тебе ни хрена не понятно но я подскажу да здесь же дыр тупых но программистов самого тупого программиста но который понимает ага объект первого класса можно присвоить переменный все ответ найден открывается документация все здесь понятно уже и смотреть не надо да как делать уже знаешь а ты вот что смотришь там в точечке ну слава богу смотри дальше понял иными словами все намного серьезней вот это вот вот это вот ваше желание оно очень серьезно если мы хотим вот эти вещи писать осознанно смотрите какое у вас может быть будущее ага мы пишем здесь посмотрите исходный код который только что давали это будет последнее вам задание и описать функция шестьдесят пятый строка шестьдесят пятая вот эту всю функцию описать как понимаете строка шестьдесят пять начало да и так дальше на основе того когда мы с вами договорились ром что оценки я вам сразу по смотрите по школьной программе я вам ставлю 10 с плюсом потому что я вижу что вы стараетесь пишите понимаете то есть для школы там для университета за старание вам пять с плюсом сразу но на данный момент за знание я не знаю знание давайте мы судить не потому что там вот мне понравился там роман вот он добросовестного принять не нравится мне хлопец нет вот написали что почему вот что это за код первое задание строго берем гитхаб гитхаб то есть не гитхаб а ап вот класс и напишите станет вполне понятно с чем работать то есть давайте мы не оценки а знание а знание для программиста это чтение исходного кода понимание документации если мы читаем исходный код то как правило мы пишем его да а вы видите другой способ 90 процентов у программистов находят пойти на переполнение стыка и скопировать код работает ну и черт с ним что если его непонятен ну главное что работает но есть это тяжело понимаете на самом деле когда ты год два три мучаешься что ты не понимаешь код то проще наверное взять себя в руки да и подумать нет вот эти полгода я буду добив того что я начну читать исходный код и буду работать по системе то есть выделять конструкции языка в разных языках и в конце концов я буду лучше читать исходный код к чему я приду к тому что я начну принимать решение как на основе исходного кода и документации я приму решение как я буду писать свой код вот отсюда у тебя начнется программирование но до этого надо дойти вспоминай что Дима понял что программирование это не изучение чего-то сложного а увидеть то что на поверхности и помнишь я говорил про функции а потом когда мы открывали документацию я говорил про функции и говорил что функции где-то в конце так вот это справочник это справочник для программиста который прекрасно знает несколько языков для него он полезен а почему я начинаю с функций в школе да все очень просто потому что ты Роман так поступаешь посмотри как ты ходишь в магазин как ты ходишь на рыбалку как ты делаешь какое-то действие это множественные действия из каких-то мелких действий то есть функция правильно то есть ты так мыслишь мы же не можем так допустим мы собираемся поехать на трамвае я беру пример допустим да или там на автобусе без разницы но это действие состоит из чего цель зачем поехать цель куда поехать дальше поехали выбрать маршрут выбрать где купить проездной билет выбрать остановку прийти туда нужный номер трамвая сесть него и выйти на нужную обстановку смотри сколько действий просто в жизни ты делаешь но это в общем то вкладывается в одну функцию поехать на трамвае и дальше поехали пошли расписываться это можно написать как класс и как как прочее это зависит от тебя но вопрос в том что типы в данном случае являются исполнителями так ты все таки на данный момент еще не получил ответа почему с функцией а для этого я тебе дам еще почитать одну статью которую тоже прекрасно понял Дмитрий и почему это так а потому что вот так смотрим и читаем эту статью где она а вот это статья которая будет у тебя дана когда он начал программировать оказывается он начал понимать как в детстве он увлекался рыбалкой рыбалкой да и как это влияло и вот он понял сейчас стороны программиста а почему а потому что если мы начинаем с типов данных то в данном случае ничего лизаться не будет для тебя роман как для человека потому что ты мы люди привыкли думать входными и выходными данными давай я тебе назову несколько слов рюкзак река дорога палка шнур ну что круто мы с тобой порыбачили я ж тебе типы рассказал что про рыбалку ничего не сказал да нет ты что правильно потому что в данном случае было выброшены входные параметры которые должны были заполниться река контейнер для хранения рыбы в программировании будет да где хранится рыба которую будем ловить маршрут я тебе назвал по типам ну и здорово а что к чему а чёрт его знает а бог его знает то есть поэтому программирование для человека абсолютно непонятно тогда почему потому что человек мыслит так поездка на трамвае дальше идёт входные параметры билет маршрут куда зачем если эти параметры убрать эти параметры убрать то получается обычная бессмыслица только что мы с тобой проверяли значит а вот если сделать по-другому можно привести к типам да это другой подход который я использую в школе и проверяется в жизни это очень просто мы будем варить с тобой варенье идём покупать 40 мешков 40 пакетов сахара мы купили 40 пакетов я говорю тебе неси тебе объяснять не надо что дом за километр допустим бери сколько сможешь и таскай туда сюда через ноги тебе дойдёт что оказывается хотя бы тележку взять но нет лучше машину вообще погрызть багажник тогда тип становится естественным потому что это нужно ведь сахар тяжело носить а что программировать что-то по-другому или это сложно я что-то рассказал я просто изменил по-ря-док когда мы ставим правильный порядок то человеку типы доходят естественным путём потому что они являются необходимостью в принципе по заданиям всё сказать предварительно вот в твоём случае да я бы сказал что курс Python Django отвечает на большинство вопросов кстати там в Django 5 мы пишем на профиль только уже правильно пишем плюс это всё потом будет приниматься решение плюс индивидуальное обучение в твоём случае это был бы вот этот план больше тебе не нужно иными словами две консультации в месяц получалось бы немножко больше но вопрос в том что это тот крилл который на данном этапе тебе нужен потому что в зависимости от того как ты выполнишь задание и что решишь делать в твоём случае можно пойти одним путём изучать только Django да хорошо но бесполезно это уже проделал у Владимира это не работает вторая причина изучение Django с изучением языкового программирования по сути дела основы на Python плюс выделение основных конструкций других языков получение понимания как работают языки тебе надо работать по минимуму с двумя языками это в твоём проекте который ты предложил тебе надо Python в данном случае или и JavaScript если тебе захочется писать больше возможностей то там уже есть DevHackers там работа идёт но если ты сейчас я но сказал но если ты допустим работаешь индивидуально то в DevHackers ты можешь работать параллельно то есть изучить например работать с тем же Django REST преворк параллельно писать мобильное приложение на Dart иными словами это будет для тебя как самопроверка но пока мы об этом не говорим по одной простой причине сейчас тебе самому это понять не мне да ответить на вопросы как я владею в реальности языком программирования и вот после выполнения задания которые я тебе рекомендую вот тут наступает тот момент когда будет работать та консультация одна старт который ты купил то есть мы с тобой досконально вот ты написал свои предпочтения я тебе рассказал свое видение как мы можем выйти реально посмотреть твои знания после выполнения задания я дам четкие рекомендации что я вижу в данный момент у меня нет для тебя конкретного плана сейчас он появится только тогда ты когда ты пришлешь если ты пришлешь как однажды прислал один парень например я ему дал задание а он присылает а я знаю только деф видел видео на ютубе через четыре месяца он спокойно читал код ну ничего но он написал правду ну по крайней мере было понятно полную ночь что я ему сказал идем в трех языках изучаем переменные сколько мы там изучили за неделю сколько радости было у человека оказалось что это не так просто но было уникально когда он переменные то есть значение связал с атрибутами сразу то что происходит очень очень тяжело обычно в программировании ладно на этом все для ребят которые пришли первый раз напоминаю в данном случае роман купил план индивидуальное обучение он не участник школы он просто решил разобраться почему потому что в программировании главное чтобы понять что делать дальше большинство людей читают книги бесполезно понимая со временем пытаются учить по документации значит тут мы тоже посмотреть третий вопрос пытаются читать это не книга иными словами что там смотреть читай дальше читай хорошо но вопрос ты сам то знаешь чего хочешь увидеть вот вот в этом и состоит смысл определения что мало того иди читай документацию да а что мы будем называть все вот это это я называю система работы с кодом если простыми словами то результатом должно быть тогда когда человек пишет осознанно на основе документации я не против того что он смотрит переполнение стека смотрит работу ребят но он там знает что хочет смотреть он понимает что вот это мой подход а что тот сделал может быть я что то новое придумаю но система работы с кодом должно вести к тому что вот сегодня у нас допустим февраль через неделю я уже чувствую что я вот это понимаю ага и я понимаю вижу это в этом в этом в этом языке ага то есть идет рост видений вот это заблуждение что если буду упорно учиться и программистам не работает это примерно то самое так иди копай там если ты будешь копать там и будешь копать упорно то наверное я выкопаю колодец и у меня будет вода надо копать в определенном месте в определенном направлении правильно чтоб получился колодец знает знать что как где копать поэтому самое основное обучение программирования это понимать что тебе делать на данный момент чтобы у тебя сформировалась полная картина языка и ты спокойно мог выделить любого языка все конструкции которые совершенно одинаковы просто в одних языках одно реализовано больше в других меньше например как котлин реализованных прекрасно функциональное программирование которое заменило тот подход то есть офигенная вещь как только ты пришлешь задание мы с тобой сможем я тебе могу поставить цель и моя оценка тебе не надо вот эти задания дадут самому себя тебе оценить критически да то есть ты сам ответишь на вопрос мой уровень оставь ты эти оценки все у тебя сейчас одно должно быть читаю не читаю код ты же реалистом будь что я тебя в угол поставлю или что у тебя есть выбор сделать задание потом принять решение либо я все на все пленю и решаю так я работаю на системе работы с кодом первые полгода и моя задача научиться читать код потом только ты выделишь конструкцию и начнешь принимать решение о написании своего кода но этим надо заняться целенаправленно но чтобы этим заняться надо понять твой уровень на сегодняшний день не я должен понять ты должен понять все сам себе ты поймешь но это когда есть вот этот уровень его можно исправить сто процентов гарантированно и помни язык программирования это не изучение сложного это увидеть простое по члену все спасибо за доверие СПБ Теретут школа Валерия Буфсановского да спасибо большое ребят ставьте лайк кому понравилось кому чем-то помог ух и не янимся все получится все получится спасибо за